Восстановительные процедуры Восстановительные процедуры Восстановительные процедуры Я использую после тренировок И до тренировок И вообще в течении дня В принципе Начал тренироваться Начну так немножко издалека Поэтому ребята много воды лью Поэтому внимания не обращайте Но даже в воде Есть какая-то польза Поэтому Начал только подготовку Опять после длительного Перерыва Была травма В мае получил наставного тяги на 390 И такой ушел На каникулы до середины Все расскажу Ребят И про профилактику И прочие вещи То есть начал готовиться вот сейчас Поэтому добрался до дома На неделе скорее всего Во вторник заеду на склад Заберу Спортивного питания Ну что я возьму в первую очередь Конечно Возьму Элькарнитин Креатин Вот Ну и каких-то примочек Типа шоколадки Вот эти Потому что поеду в Анапу Вот И Мне там это все Все эти вещи Понадобится То есть шоколадки От Фитрек сразу говорю Очень нормальные То есть для перекуса Прямо самое то Поэтому-ка Непосредственно БЦА Если говорить о БЦА Сколько БЦА Употребляю лично я В день Несмотря там Разница у меня весит Может 150 Может 160 Может 165 То есть от 20 до 40 грамм В сутки Употребляю я БЦА Как бывает Ленишься Мешать их Да То есть С утра проснулся Сразу же Мерную ложку Раз вторую Раз запил водой Ну там примерно Ну наверно Грамм 10 там есть Может быть Чуть побольше Вот Потом в течении дня До тренировки Обязательно БЦА Ну и В принципе Во время тренировки БЦА обязательно пить Особенно сейчас Когда Вот такая жара В залах жарко То есть Именно БЦА Они так помогают Как держать мышцы В тонусе Мышцы помогают Держать в силах Ну и Соответственно После тренировки Тоже уже Третью дозу Принимаешь БЦА Поэтому для меня БЦА самый важный Так скажем Компонент В восстановительном Процессе Л-карнитин От полутора тысяч До трех тысяч Миллиграмм В день Я лично Употребляю В момент Интенсивных тренировок Опять же В момент Когда я Просто хожу Там какие-то Разминки делаю Конечно же Я экономлю Экономлю Можно конечно Это все употреблять Но я считаю Спортивное питание Нужно употреблять Тогда Когда ты пашешь А не потому что это модно Или потому что Тебе кто-то сказал Что Необходимо Вот что-то ты делаешь Надо необходимо Гиперкомпенсировать Вот эти нагрузки Поэтому Ребята Особенно студенты У кого Средств мало Ребята Посмотрите В начале свой холодильник Есть ли у вас там Яйца И курица Хотя бы Вот Вот А если у вас как бы Нету Элементарных Каких-то продуктов Конечно ну Спортивное питание Это Я бы экономил Деньги на этом Но если Есть какая-то Возможность конечно Покупать С обычными продуктами У вас все в порядке В первую очередь БЦА Лично рекомендую я Потому что Проведу такую Параллель О вреде алкоголя Может рассказать только Алкоголик То есть о пользе БЦА может сказать Человек который Который Действительно в этом Знает Толк Который Понимает Что Это важно Незаменимые Этими кислот Это Поэтому Вот вам Мой Один из советов Восстановления Восстановления Так скажем Нагрузок Пониже экран Экран Вот Пониже экран Вот Поэтому БЦА Или Корнитин Протеин 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 Вот сейчас Буквально У нас С коронным Убираюсь Это Бить Хотя бы Так Чтобы у меня Был грамм Потому что Грамма я не набираю В сутки Белка Потому что Я посчитал Последил за собой Сколько На сборах Был Посмотрел Сколько Белка Белка Шиш Да нифига Вот Поэтому Сейчас попробуем Так скажем Обратить на это внимание Ну и конечно же Для восстановления Конечно же Нужны 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 калории Желательно Калории правильные Конечно Это Если Занятость Большая Конечно же Я советую Спортивное питание Какие-то гейнеры Все-таки употреблять Опять же Рассчитывайте Сколько там Калорий Рассчитывайте Сколько вы Затратили энергии Сколько вам нужно Потребить В пустую Допустим Гейнеры Какие-то употреблять Но я думаю Это не надо Опять же В целях экономии В целях Ну Ну Скажем Чтобы жиром Не заплыть Вот Поэтому Вот Дядя Вася Здорово Привет Тебе Что Еще Можно Посоветовать Для восстановления Аптеку Конечно же Аптека Элементарный Тот же самый Рибоксин В Рибоксин В магазина Спортивного Питания Есть Инозин Опять же Опять же В целях экономии Конечно же Советую Рибоксин Ребята Сколько его есть Ну на мой вес Я ем Девять таблеток в день У меня идет Три приема По три таблетки До еды Я его употребляю О Дядя Коля Здравствуй Ну На моей памяти На моей памяти О Спортивном питании Конечно же Витаминные комплексы Обязательно Обязательно Нужны Элементы Потому что Без этого Анаболизма Такого не будет В организме Мы говорим о натуральном тренинге В первую очередь Потому что Ну Ребят Что греха таить Нужно Гиперкомпенсировать Свои нагрузки Обязательно И на это смотреть Серьезно Потому что Вот эти все Недовосстановления Даже после нагрузок Со средними Весами Все эти вещи Они В итоге Перетекают В травмы Вот Поэтому Это своего рода Профилактика То есть Сколько вы потратили Энергии Столько Вы должны Ее Гиперкомпенсировать Сколько Вы Пашите Собственно Так Вы должны И кушать Работаете Хорошо Должны Поэтому Из аптеки Конечно Сегодня Опять же Смотрите Все индивидуально Вот допустим Если я Потребляю Рыбий жир И мне Прописал Доктор Что Мне нужно Потреблять По Шестнадцать Капсул В сутки По Четыре Раза Четыре Приема И То есть Как мне Сказал Другой доктор Что Рыбий жир Обладает Вот этим Короче От него У меня Аллергия Поэтому Я хочу Вам Сказать Что Ребята Все советы Даже докторов Каких-то Или знающих Людей Конечно Нужно знать И свой организм Потому что Все индивидуально Посоветов Кому-то Может быть Это навредить Потому что Противопоказание К употреблению Рибоксина Это подагра Если у кого Подагра То Рибоксин Тем людям Противопоказан Поэтому Здесь уже Все индивидуально Много новых препаратов Миксидол Тот же самый Пока что На допинг-контроле Среди олимпийцев Он Не введен В таблицу Запрещенных препаратов Опять же Тот же самый Милдронат Мильдоний Да Если вы Не собираетесь Выступать На каких-то соревнованиях Серьезно С прохождением Допинг-контроля В Мильдоне Я не вижу Ничего такого-то Страшного Опасного И все равно Вам нужно знать Свой организм Для того чтобы Начать употреблять Любые препараты Мне кажется Даже и спортивное питание Ребята У меня все С кондачка не делается То есть нужно знать Свой организм Нужно знать Свои хронические болезни Или приобретенные Если я знаю Что у меня Хронический Холингохолитистит Сужение Желочных протоков Понятно что Нужно постоянно Иногда Я укладываю Видео В сторис Где я лежу Делаю капельницы И там ребята Что капаешь Что капаешь Просто Физраствор бывает Капаешь по полтора Два литра В день Для того чтобы Реально была Какая-то чистка Хотя говорят Что организм сам чистится Но если мы Его загружаем Чем-то Сверх Какими-то вещами Конечно нужно Понятно что И постараться Какими-то вещами И выводить Я в это верю То есть просто так Что-то Извне Принимая Ну И думая Что это ни на что Не влияет Ну может быть тоже Какое-то заблуждение Поэтому для себя Я сам лично Опять же Тема восстановления Если у меня Я понимаю Что у меня Какой-то перечень Препаратов есть Даже просто Не вредных А вроде как Восстановительных Для восстановления Функциональности Там Восстановления Сердечно-сосудистой Системы Там еще чего-то Какие-то мышечные Системы То есть все равно Приходится Употреблять И гипотопротекторы Вот тот же самый Гиптрал Допустим если Гиптрал Обыкновенному человеку Как доктор сказал Там 400 миллиграмм Нужно делать капельно То Я делаю Двойные Дозы И вообще Все дозировки Мне Не седативных Препаратов Не психотропных Витаминов Например И того же самого Те же самые Микроэлементов Они рассчитаны На средний вес На 80 килограммов Человек То есть Если там написано Вот надо вот столько То Я всегда Удваиваю Дозировку Вот И В принципе Пока что Все нормально Вот Но это опять же Мне советовал Спортивный врач Вот Дальше Какие вещи Опять же Давайте Если у кого-то Есть гипертония Если у кого-то Есть гипертония Не стесняйтесь Не стесняйтесь Употреблять Вот эти Препараты Которые Снижают давление На моей На моей истории На моей жизни Была история Когда я Лежал в госпитале И проходил Полностью Обследование Значит У меня был Когда Оторван Бицепс Доктор Кардиолог Решил проверить Мою функциональность То есть Бицепс Мне для прохождения Функциональности Не мешал Я Ну так скажем Крутил этот велосипед Там Датчики На меня Вешали Какие-то Приседания Там делал Там С маской Что-то там Не одевали Там Велосипед То есть В итоге Все было нормально Все это проходило Единственное Что давление 150 на 90 Его немножечко Его немножечко Так Ну Напрягло И он говорит Михаилу Ты Что-нибудь употребляешь Для Для Снижения Давления Я Сказал Что нет Потому что для себя Думал Что вот я начал Если я ем таблетки Для От давления Вернее То я уже наверное Старый человек Пришла ко мне Старость Возраст Все Я уже Так скажем Старик Такой психологический момент Где когда ты Не хочешь признавать Себе О том что у тебя уже Пришел возраст И ты начинаешь Вот от этого Чего-то отказываться На самом деле Я ему когда Об этом сказал Что я ничего не употреблял Я говорю Ты почему не употребляешь Я говорю Я Блин Я стесняюсь Говорю Что Он сказал Что Типа А на боли кижать Ты не стесняешься Вот А таблетки От давления Ты стесняешься Принимать Вот этой вот фразой Он меня Так скажем Убедил И Со временем Перелопачив Большое количество Препаратов От давления Нашел для себя Ну конечно Он не от давления Но он его нормализует Препарат называется Конкор Ребята Если есть У вас Сейчас Которые сейчас Ребята Гипертоники Которые сейчас Смотрят Нас Сейчас Смотрят То я Советую вам Этот препарат Употреблять Вот здесь Василий Грищенко Написал Про Препараты Трибулус ЗМА Про Трибулус ЗМА Поэтому Я во вторник Приеду И возьму У вас их Вот Поэтому А в целом В целом Трибулус ЗМА Особенно Вот эта вот Субстанция Под названием Трибулус Конечно же Они рабочие Рабочие Но На мой вес Допустим Если Когда Я Скажем Находился На ПКТ От двух до трех Тысяч Миллиграмм Я употреблял Конечно Удовольствие Не дешевое Но Фитрекс Ввело такую ценовую политику Что можно В принципе себе Эти препараты От нас и заказать ЗМА 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 Препарат Который С нулевых еще Не препарат Тоже Такая Субстанция Которая Уже давно На рынке Цинк Магний Вот То есть Эти все вещи Конечно же Особенно На ночь Для того Для повышения Тестостерона То есть ЗМА Является Бустером Тестостерона Поэтому В восстановительном Моменте Конечно же Это Особенно Для натуралов То есть Человек Который употребляет Фармакологию Особенно Такие Жесткие Курсы Конечно Он это Ничего Не почувствует Здесь был вопрос По Вопрос Может больше не по методике Но непосредственно Касающийся Восстановления Объемов тяжелой атлетики Треренка Для выступающих Любителей Вчера Буквально Был семинар На Вайтлифтинг Кемпинг Димы Клокова Вчера Об этом говорил И сейчас Повторю Здесь Ребята Цикличность Обязательно Нужна Особенно Если тренинг Натуральный Да в принципе И Ну Я говорю Про натуральный Тренинг Ребята Обязательно Тренировочная цикличность Важна Для молодого человека Которому В принципе Одаренный человек Который Ну у него генетика Конечно же Он Может поднимать И Эти Максимальные веса Подмаксимальные веса 90-80-90% Практически Каждую неделю Но в основном Если взять Среднестатистического Спортсмена Такого Допустим Я занимался Я добавлял Блин От недели к неделе От месяца к месяцу От года в год В юношеском возрасте Я за год В сумме двое более Добавил 100 кг Рывок был 85 Толчок 95 Через год Я уже 125 рвал И 155 толкал И на 25 кг Мой вес вырос Был 71 И стал 271 И весил 96 То есть Я хочу сказать На меня В этом В этом моменте Смотреть не надо Мы должны Сейчас Посмотреть на спортсменов На атлетов На людей Таких среднестатистических Обязательно Обязательно Нужна цикличность То есть Легкая неделя Тяжелая неделя Разделяете Подготовку На 100 дней 100 дней То есть Это Такой Мезоцикл Мезоцикл За который В принципе За эту подготовку Трехмесячную Организм Будет Реагировать На Нагрузки Адекватно И положительно То есть В течении Вот этих Трех месяцев Как вы будете Тренироваться Так у вас будет То есть Вы тренируетесь Организм отвечает То есть Деадаптации У организма К этому не будет Если вы конечно Не будете Перепахивать На тренировках Этому обязательно Но вот Просто это элементарно Легкая неделя Тяжелая неделя В количестве подъемов Штанги Как в количестве подъемов Штанги КПШ Как и в тоннаже То есть В килограммах В интенсивности На штанге То есть допустим Если спортсмен При рывке 110 кг Первую неделю Работает 90 Ну не больше 90 кг Это легкая Неделя Вторую неделю Он может позволить себе 95-100 Поработать Потом опять Слазит И то есть Вот такая вот Такая вот Кривая получается Так волнистая То есть Но уже К соревновательному Периоду Соревновательный Период Это От 40 До месяца Смотря Ну все зависит От весовой категории Мы уже начинаем Поднимать Процентовку То есть Это я говорю Про тяжелую атлетику Процент Переходить Билет Добавили То есть Удержаться От соблазна Проверить себя Какой ты сейчас В форме Если ты Тренировался Значит Все будет с тобой Хорошо На соревнованиях Это лозунг Последних моих Наверное 10 лет В силовом экстриме Когда я Какое-то время Переживал А потом Сам себе Задал вопрос Ты готовился? Готовился Долго Готовился? Долго Готовился Объем выдержал Тренировочный? Выдержал Травмы есть? Нету Чего ты переживаешь? Все Переживать не надо Ты приехал Ты заряженный Грубо говоря Как солдат У тебя все Везде Вся разгрузка Здесь у тебя Магазины от пистолета Здесь от автомата Здесь граната Здесь аптечка Здесь Еще что-то Фонарь там Пистолет Пулемет Каска Все То есть ты весь уже готовы воевать Так же и здесь в тренировочном процессе Бояться Нужно тогда И сомневаться Когда ты Был разобранный И тебе сказали Что через месяц Ты будешь выступать Вот здесь стоит Переживать Об этом Как ты выступишь А в целом Вот эта часть Огромная часть Вот этого Тренировочного процесса Это умение Сдержать себя На тренировках Выдержать И перед самими соревнованиями Быть Суметь Задать себе вопрос Ты готов И ответить на него Да Если нет То соответственно Начните поменьше Закончите Сколько сможете Потому что на соревнованиях Главное не Сколько ты начал Сколько ты закончил Вот что касается Тренировочной цикличности И объемов Опять же Я хочу сказать Все опять же Зависит от весовых категорий Если спортсмен Легких весовых категорий Конечно Они могут На более высоких Процентах Тренироваться Чем тяжелее Спортсмен Тем У него Процент От максимального Веса Ну Должен быть Ниже Вот допустим Тяжеловесы Они Если человек Тяжеловес Будет Поднимать Постоянно На 85 87 Процентах Тренироваться Долго Он не вывезет То есть человек В конце концов Может попасть В эту яму Яма это апатия Отсутствие мотивации Желание тренироваться И поднимать Резкое падение Результат То есть все еще Зависит от весовой категории Всех Под одну гребенку Нельзя Ни одного Ну Нельзя Все весовые категории Тренировать По одному плану Для каждой Категории Есть Свой план Но Никто Не Отменял Именно такую Систему тренировок Что Один микроцикл Неделя легкая Другая Неделя тяжелая То есть вот этого я Советую Дорогие друзья Вам придерживаться Для того чтобы Опять же вернемся К теме нашего Сегодняшнего эфира Восстановление После тренировок То есть Первая проверка Того что ты Перепахал Это отсутствие сна Отсутствие аппетита То есть Когда ты Начинаешь Перепахивать Есть такие моменты Когда на контрольных Каких-то тренировках Вы выложились Потом вы лежите До поздней ночи И не можете уснуть Это первая причина Того что сегодня Была стрессовая Для вас тренировка Что следующий день Нужно сделать Заминку И об этом Должен знать Тренер Настоящий хороший Тренер На следующий день Спросит Как ты спал И вы должны сказать Я не смог уснуть Поэтому Тренер Спланирует Уже всего лишь Тренировку Как такую Ну Буферную Которая Просто Прогонит Вашу Молочную кислоту Вот эти Продукты Распада Вчерашней тренировки Вот То есть Я не знаю Каких-то Высоких терминов Из физиологии Спортивной Физиологии И Какого-то Институтского Какого-то Такого Сверхобразования У меня нет Все понимали Как спортсмены Учились Нам просто Ставили зачет Но о спорте Мы что-то знаем Из личного опыта Я говорю то Что я конкретно знаю И через что Я конкретно прошел Так Ладно Что у нас еще здесь Вот по вопросам Гармошку А песня под гармошку будет У меня клавиша На гармошке сломалась Поэтому Поэтому Так А если просто Ожрать охоту Ожрать охоту Аж сил нету Так Я не понял Почему это Если просто Жрать охота А сил нету Если хочешь Жрать Жри Смотря что Еще Кардия помогает При отсутствии аппетита И еще кое-что Помогает При отсутствии аппетита Но об этом Мы В этой ленте В этом эфире Говорить не будем Вот Поэтому Что еще Какие Что я могу сказать Про восстановительные моменты Баня 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 Вот допустим Для меня баня Вот банные дни Четверг Вот Если в сборной Мы делали Банные дни Четверг Суббота Сергию Посаду Привет Я не ходил По четвергам В баню Да если честно скажу Я по субботам Тоже не ходил Баня конечно нужна Но Я На мой взгляд Она нужна тем спортсменам У которой жесткие мышцы Которые обладают Такой жесткой мускулатурой Для того чтобы Она была более Ну Мягкая После бани У меня Как выставить Микроцит с возрастом Вот это после сорока Сейчас расскажу Я сам к этому пришел Я в баню не хожу Потому что На следующий день Допустим Я не могу ничего поднимать То есть Нету Ни скорости Ни силы Какие-то всплывают Старые болячки Там где-то Спина заколит Там еще что-то Поэтому я стараюсь В баню В период интенсивности В тренировках В баню Стараюсь Не ходить Поэтому Обратите внимание Какому состоянию Допустим Если вы мягенький То может скорее всего Может просто погреться Но не выпариваться Так чтобы уж слишком Я говорю именно Тем людям Которые занимаются Силовыми видами спорта Ну или делаете так Ходите так Чтобы у вас Хотя бы например В субботу сходили с утра Чтобы у вас был Целый день субботы И воскресенье Для того чтобы Скажем опять окрепнуть Мышцы Чтобы пришли в кондицию Суббота 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 Суббота